На! И еще разик. Ой, хороший чаёк. Пуэр. Пуэр, да. Пуэр квадрат. Пуэр квадрат. Да, пусть завидуют. Другие, кто пьет всякую треть. Потому что он пахнет так странно. Он пахнет странно, потому что пуэр же это чай, который... Ты не в курсе, как он делается, да? Не надо. Все. Не надо. Не надо. Почитайте в интернете. Очень интересно. И вообще рекомендую пуэр. Пейте пуэр. Гниет, наверное, в болоте. Гниет. Вообще самый лучший пуэр, который около 10 лет гнил. Вот-вот, хорошо. Значит, я самый лучший пуэр. Ты же знаешь, что китайцы любят гнилое. Тухлые черные яйца. Ой, да. Ой, да. Ой, да. Китайцы, они гурманы. Ой, гурманы. Ну, мы сегодня вообще не по гурманной теме. Нет. У нас тема, на самом деле, мы должны быть не вдвоем сидеть. У нас должно быть больше. Десятеро. Да. Почти что толпа должна была быть. У нас опять сегодня докторская тема. Давно мы не возвращались к докторским темам. Да. Один из наших, скажем так, уважаемых зрителей задал нам тему, должен был прийти и сам не явился. Ну, это нормально. Это совершенно докторское поведение. Будем выкручиваться, да. Будем сидеть и обсуждать его в отсутствии пациента. Давай. Да, это интересно. Нам предложили обсудить вот такую тему. Тему расставания, да. То есть, вот человек с человеком живет. Предположим, мужчина, женщина. Ну, или мужчина с мужчиной. Или женщина с женщиной. Или девочка с девочкой, да. Ты знаешь, что сейчас Бога нельзя мужчиной уже считать, да? Да, сейчас много чего странного происходит. А знаешь, да? Я знаю. Это просто. А у них еще смешнее. У них сейчас еще там, в принципе, нельзя же папу называть папой мамой мамой. Ну, в общем, там родители. Там очень странно. Все началось, да. Хорошо. Ну, так вот. То есть, живут такие два родителя. Два родителя. Может, они даже никого не родили, но они живут. Партнеры. Да, живут партнеры. Любят. Живут человек и человек. Мы даже не знаем, какие у них письки, но вопрос и в этом. Да. Хотя хотелось бы знать. Это важно. Да, важно. Мне, по крайней мере, до сих пор интересно. Да пусть у них нет письек. Пусть нет. А живут, да. Такая вот, такая ботаническая любовь. Как представитель сказал, ты помнишь, куклы были, у них там ничего не было. Совершенно верно. Бесписечная любовь к пупсу. Да. Да, да, да. И вдруг одному пупсу захотелось чего-то, и он уходит. И он уходит. Черт, давай, матери. Другого мучает. Произошла депупсимизация. Депупсимизация населения. И он ушел в люди. И он ушел в люди. Черт, давай, матери. Расставание, да. Причем, расставание бывает разное. Давай сперва посмотрим это расставание. Можно тебе честно сказать? Только честно, чтобы ты это верил. Можно честно? Ну, давай, соври. Видишь, честно. Попытаюсь. Нет, нет, я спрошу. Попытаюсь. Ты сам расставался с любимыми когда-нибудь? Нет, не расставал. Я расставался с любимыми множество раз, поэтому я авторитетный эксперт в этой области. У-у-у. Да. Значит, друзья мои, я хочу сказать вот что. Да. Если расставание происходит под влиянием эмоционального взрыва, оно обречено на то, чтобы приносить расстающимся колоссальное страдание. И выхода отсюда нет никакого. Ну, вот человек, который задал тему, он сказал, говорит, умом вроде как бы понимаю, да? Да. Вроде бы оно должно быть и закономерно, то, что произошло бы. Я, говорит, вроде с собой борюсь, а вот полное нестояние. Вот. Значит, еще раз хочу сказать, что расставание может оставить двух людей в положении уважающих друг друга особей. А к этому надо стремиться, правда? Только в том случае, если это решение не принято под влиянием эмоционального состояния. Вот. Я тебе перебину секундочку. У меня есть один очень хороший знакомый. Я когда-то в далекие 90-е записал с ним серию телевизионных передач. Он мануальчик. Вот. Большой специалист по ту джоку и так далее. Вот я его знаю. Он на тот момент, когда мы писали передачи, был трижды уже женат, будем так говорить. Вот. Более того, он со всеми женами поддерживал дружеские отношения. Гений. Он ходил, это самое, в гости к ним. Они ходили к друг другу в гости. Причем самое главное. А дети были в каких-то браках? В каждом браке. Более того, я много лет его не видел. Опиши ему, что он гений. Я года два назад приехал туда, в тот город, где он живет. Звоню по стандартному телефону, говорит, он здесь не живет. То есть, он очередной раз свинтил. И мне без проблем дали новый телефон. Он гений. Действительно, он ухитряется всегда расставаться правильно. А потому, что он не принимает решение о расставании под влиянием эмоционального взрыва. Он продумывает стратегию и тактику очередного расставания. Здесь ведь секрет-то прост. Расстаться надо так, чтобы тот, от кого вы уходите, ни в коем случае не думал и не чувствовал, что его бросили. Тот, от кого вы уходите, должен думать и чувствовать, что он бросил. Тогда все будет очень хорошо. Очень редко бывает, когда кто уходит, думает о том, что надо думать оставляем человеке. Он выбрасывает того, как использовали носки. Вот это отвратительно. Вот поэтому столько ссор, несчастных детей, убийств, скандалов, отравлений, поджогов квартир, ненависти взаимной и прочей мерзости. Это очень плохо. Это просто отвратительно. Более того, я могу сказать, что это вообще не характеризует человека как человека. Это характеризует человека как непроработанного подростка. Посмотри, в прошлой нашей с тобой записи мы с тобой говорили об интеллекте. Да. То есть, тебе не кажется, что это получается взаимосвязь у нас из статьи? Полная. Полная. Человек, владеющий интеллектом, всегда уйдет от того, от кого он хочет уйти так, что тот, кого он оставил, подумает, что ушел он. Да. Вот и все. Это только, это единственное, это просто называется культура. Да? То есть, вот, насколько я знаю, значит, мужчины, которых я уважаю за такое поведение, они всегда говорили своим дамам, дорогая, я не достоин тебя. Извини меня, я просто, я чувствую себя ущербным рядом с тобой. Ты замечательная, ты умная. Саша, иди сюда. Иди сюда, Саша. К нам пришел господин Орлов. К нам пришел господин Орлов, который уже в силу своей фамилии, который уже в силу своей фамилии умеет расставаться гордо. Ты же птица царская. Ну, в известном смысле. Вот, мы обсуждаем, как надо расставаться с женщинами, которых ты до сих пор любишь, но уже не хочешь. Так, все, пока, я пошел. Нет, уж сидеть. Подожди. Ты уже попал. Подожди, подожди. Это крайне сложно сделать, но мужчины обязаны это сделать. Вот. И мы до твоего прихода, мы подвели зрителей к твоему приходу. Да. Мы остановились на том, что тот, кто уходит, должен уходить так, чтобы у того, от кого он ушел, сложилось ощущение, что ушел он. Ну, в общем, да. Вот. Это красиво. Вот, это красиво, правда? Это красиво. Но это очень трудно. Это очень трудно. Скажи, а у тебя собственный опыт есть? Да, у меня есть такой опыт, разумеется. То есть, ты уходил или я тебя уходил? Нет, я уходил, потому что я был вынужден уйти, я понимал, что... Вот, мы сейчас обсуждаем, потому что у нас провокатор сегодняшней темы, который хотел, чтобы мы эту тему обсудили, как раз получается так, что там произошло как раз расставание. Человек долго и упорно сейчас мучается, да? Соответственно, как бы задал вопрос, а как сделать так, чтобы люди не мучились? Мучается тот, от кого ушли. Да. Вот, и это плохо, правда ведь? Вот я считаю, что если ты уходишь, то мучиться должен ты. Ты должен оставить того, от кого ты ушел. Нет, именно такой ситуации у меня не было. Скорее я. То есть, ты не смог уйти достойно. Нет, так правильно, ты ушел. Нет, но я ушел в ситуации, когда... Когда... Когда человек не мучился в связи с моим уходом. Да прекрасно, я об этом и говорю, что ты и есть единственный, мужественный, мужской поступок. Ну, в общем, да. Если ты уходишь от женщины, ну, я говорил по старой привычке от женщины, я все время забываю, что мир стремительно гомосексуализируется. Да, да, да. Ну, хорошо. Если ты уходишь от партнера, ты должен оставить партнера в полном ощущении того, что это он ушел от тебя. Ну, да, во всяком случае, иными словами, это нужно делать крайне достойно. Вот. Просто крайне достойно. За счет своих нервов. Мы не говорим никакого рецепта, потому что мы том, что говорили... Рецепт – это тактика. Рецепт – это как? Мы знаем, что это зависит от того, от кого ты уходишь. Ты предлагаешь пользоваться интеллектом и чувством определенного, скажем так, ответственности тех, кто уходит? Они никогда обычно не пользуются. Редкое явление. Потому что таких, как господин Орлов, единицы. Мы для чего эту тему... За счет себя. За счет себя. Мы же для чего эту тему поднимаем, да? Мы говорим, что, ребята, если вы решили расстаться, да? Вот вы решили расстаться. Нет, нет. Если люди обоемно решают расстаться, это вообще компетент. Если вы решили уйти от человека, уйдите так, чтобы оставить его в состоянии счастья, равновесия и покоя. Но по возможности. Да, но по крайней мере, чтобы он не проклинал вас. А мы рассмотрим так, что в любом случае мы не переучим, не перевоспитаем тех людей, которые уже уходят. Как нам быть с теми, которые остаются? Как нам им помочь? Как помочь тем, которые могли бы расстаться, но остаются? Нет, нет, ты не понял. Как бы с ними кого бросили? Да, да, да. Пережить. Ну, конечно, пережить. Точка. Пережить. Знаешь, я тут вспоминаю гениальную фразу, которую сказал Лобковский, которую ты наверняка знаешь. Славил Лобковский. Я же думаю, что он не прав, потому что, конечно, это лукавство. Потому что тот, кем я был до того момента, пока со мной жили, это совсем не тот, чем я тот. А в детстве вы вообще вот такими. Это нет, 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 это не плохо. Я, понимаешь, никакого общего рецепта нет. Как себя вести должен решать каждый конкретный человек, обладающий конкретным темпераментом. Но Саша сказал ключевое слово – пережить. Причем, если заменить букву «Ж» на букву «Ш», надо перешить свою судьбу просто. Перешить. Вот как мы перепрошиваем телефон, у нас иногда в телефоне сбивается сок. И мы его сдаем на перепрошивку, да? Надо сдать его себе на перепрошивку. Как это делается? Элементарно просто это делается. Категорически запрещено сидеть в той точке пространства и времени. Не стучишь. Ну, я же привык. Да. Категорически запрещено сидеть в той точке пространства и времени, где тебя бросили. Категорически запрещено. Если есть малейшая возможность, надо поменять квартиру. Уехать в другую квартиру. Сменить обстановку. Сменить обстановку. Если такой возможности нет, сделать ремонт. Если нет возможности сделать ремонт, переобить кресло, передвинуть мебель. Да, это очень важный момент. Иначе начинается саморазрушение. Совершенно верно. Самопереваривание бесконечно. А вот тут мы подходим, скажем так. Я еще не все сказал. Давай, давай, давай. Значит, переставить мебель, сделать ремонт, поменять квартиру, поменять гардероб. Хотя бы купить себе новые трусы, выкинуть те трусы, в которых ты жил, пока с тобой спал тот, кто от тебя ушел. Выкинуть какие-то предметы туалета. Что-то сделать новое. Новый крем, новый гардероб, новый макияж, новую прическу, новый маникюр. Поменять место работы. Это вот, то есть, не оставаться в той точке пространства времени, в которой ты находился с тем, кто от тебя ушел. Первое. А как в этом случае рассмотреться классику? Вот, то есть, когда вот происходит ситуация, человек начинает резко находить кого-то другого, чтобы переключиться. Нет, подожди, это же тоже изменение. Вот, когда я говорю, поменяйте все вокруг себя. Найдите нового мужчину. Это старый, кто это? Оскар Уайт, лучшие лекарства от женщины, женщины. Вот, то есть, ну, это... Уж не Оскар Уайт, но об этом говорить. Ну, да. Ну, старик. С его предпочтением. Он же, минуточку, он же не может тебе ответить. Так что, зачем уж ты? Нет, мы так слабо наедимы сейчас. Не надо, не надо, не надо наезжать на человека, который сидел в тюрьме. Это нехорошо. Так вот, значит, это все входит в смену обстановки, да? Второе. Сменить внутреннюю обстановку. То есть, по возможности, поменять работу, начать интенсивно ходить в кино, в театр, на представления какие-то, поехать отдыхать на курорт куда-то. Погоди, погоди, погоди. Все-таки, а вот, как я тебе сказал, предположено из желания найти другого партнера. Не является ли в данном случае это, скажем так, просто использование того человека, да? Послушай, это категорически некорректный вопрос по одной простой причине. Я жуткий некорректный по сути своей. По одной простой грустной причине. Мы все используем друг друга. Это однозначно. Я сейчас использую тебя, ты меня и Саша на собой. Нет, Андрюша имеет в виду совершенно конкретные ощущения. Да. И он, на мой взгляд, прав, ну то есть, я тоже так считаю. Воспринимать другого человека как какой-то пенициллин. Минуточку, тот, кого вы используете, за или против? А ты знаешь, он может об этом не знать. Да. Он может об этом не знать. Нет, ну без насилия, конечно. Вот именно. Это его лично. Без уголовства. Если человек, которого вы привели в холодную постель настывшую, если этот человек с удовольствием с вами спит, оставьте мысль о том, что вы его используете. Нет, Андрей имеет в виду наши ощущения по отношению к этому, к этой новой жизни. Не то, что человек чувствует, а то, что мы чувствуем. Значит так, с совестью надо бороться точно так же, как с кариесом. Отстреливать ее надо. Не надо ее отстреливать, ее надо чистить. Чистить. Существует гигиена совести, да? Во-первых, если у вас есть угрызение совести, вот я его использую, это нехорошо, да? Поаплодируйте себе, у вас есть совесть. Потому что вы продолжаете радовать наличию совести. Потому что я объясню, совершенно верно. Потому что узнать, что у тебя есть совесть, можно только одним путем, испытав ее угрызение. Никаким другим путем нельзя убедиться в другую совести. Слушай, можно я расскажу один очень старый советский анекдот? Это вот один профессор просто рассказывает, пошел к твоему другу, говорит, слушай, говорит. Я, говорит, вот вчера, говорит, ну по улице, говорит, встретил, говорит, милую проститутку. Привел, говорит, ее домой, вот. А она мне, давай рассказывать, как вот у нее там трое детей, как у нее братцы есть в тюрьме, как у нее мама там несчастная, как у нее все болит, как у нее там мучаются дети. Занимаешься, говорит, с ней сексом? Это другое слово. Занимаешься с ней сексом? Говорит, и плачу. Ну, это бы это старый рассказ. Совершенно верно. Да, да, да. Короче говоря, угрызение совести, это прекрасно. Это говорит о том, что она у вас есть. Точно так же, как чувство боли, прекрасно. Это говорит о том, что ваши внутренние механизмы работают нормально, они символизируют вам какую-то патологию. То есть надо просто по-другому смотреть на эти вещи. Итак, если вас бросили, продолжаем, да? Поменяйте все вокруг себя. По возможности поменяйте все в себе. В себе. То есть вот новая работа, курорт, книги, друзья. То есть, короче говоря, ну это совет из той же оперы. Не оставайтесь в этом всем. Как говорил Жванецкий, да? И, значит, учтите просто, чем с большей энергией вы будете заниматься собой, тем быстрее пройдет боль. А то есть вторая ситуация. Теперь я решил ее просто развернуть. Вспоминая один давний разговор с другим пациентом, который не произошел. А предположим, вот человек решил все это поменять, решил все это дело развернуть. А потом тот, который шел, вилкарас и передумал. Ну и что? Вернулся. Ну и на здоровье. Ошибся. Ошиблась. Ну и бывает. Если вы его все еще... Стоит или возвращать? Это стоит или не стоит, каждый решает для себя. Здесь все решает любовь. Если я до сих пор люблю того, кто меня кинул, я возьму его взад. И не только. Естественно. Если я его уже не люблю, я не возьму его никуда. Ну и вот и все. Причем тут это, я не понимаю. Вообще надо быть эгоистами. Надо быть эгоистами. Вот я люблю его или нет. Если я его люблю, спасибо, что вернулся. Если я его не люблю... Это я люблю Гэтвицеля. Конечно, Гэтвицеля. Вот и все. А чего еще-то? Строить какие-то планы? Думать хорошо это или плохо? Морально это или аморально? В конце концов, задача у человека только одна. Причинить себе как можно больше удовольствия, не причиняя при этом боли другому. Да. Ну да. Ну и все. Ну это у нас как бы вот такое было расставание двух живущих людей. А расставание же бывает дорогое. Какое? И периодически сейчас, в период кризисным садим сталкивался, когда человек просто умирает. Это тоже расставание. А, нет. Ну это другая тема, где вообще шутить. А мы шутить не можем. Просто я вот просто сейчас вот подумал, что это тоже расставание. Здесь все зависит от того, верите вы в Бога или нет. Расскажи свою точку зрения. Если вы верите в Бога, то все хорошо, потому что для вас смерти нет. И тогда вы понимаете, что тот, кто ушел туда, ему сейчас гораздо лучше, чем в то время, когда он был с вами. Ну да, ну да. Особенно если вы буддист. Да, ну буддист. Или какая разница? Любая религия личственного спасения говорит о том, что тот, кого Господь взял к себе, находится в более выгодном, в кавычках, состоянии, чем тот, кого Господь пока к себе не взял. А что по этому поводу скажет Господин Орлов? Ну, в целом я согласен с этой точки зрения. Я даже не уверен, что она как-то напрямую связана с религией. Да, да. И потом мне как человека антирелигиозно тебе интересует. Он вообще не антирелигиозный, ты тебе сказал. Он просто агностик, будем так говорить. Да, агностик. Да, я именно агностик. Да, он просто агностик. Я думаю, что все равно принцип самосохранения, он главенствующий, вольно или невольно. И надо просто жить дальше. Либо ты решаешь эту проблему иначе, известно как. Это тоже решение, почему нет. У каждого есть такое право. Но, если ты выбираешь способ жить дальше, значит, этим нужно активно заниматься, а не пребывать в состоянии подвешенности, не ухода из той реальности. Из нее нужно уходить. Совершенно верно. Ну, в принципе, это тоже механизм. Да. Опять же, не сиди в этом всем. Не оставайся в этом всем. Это крайне важно. Да, конечно. Что я могу сказать по этому поводу? Я вот считаю, как человек, любый человек постоянно пересходит через какие-то расставания. Расставания с живущими людьми, расставания с умершими людьми. Тут очень важная вещь во второй ситуации. Действительно, не нужно, наверное, превращать свою жизнь в постоянное оплакивание. Но при этом нужно сохранять память. У меня, скажем так, был очень хороший друг, с которым я очень много лет. Он так очень тесно общался. Он был художник, талантливый режиссер и так далее. Да, да, ты его знаешь, ты его знаешь. Он жил в Испании, он год, почти три года назад там умер уже, собственно говоря. Ты знаешь, я считаю, вот я, есть еще у нас одна с ним общая знакомая. Не превращая все это дело в культ, мы издали его картины, собственно говоря. Она написала книгу, как они его. Да, прекрасный поступок. Я сегодня написал в Фейсбуке, по-моему, где-то написал, что это поступок высочайшего мужа. Да, понимаешь, нет смысла постоянно, может быть, плакать и постоянно превращать в какую-то такую вечную вдовью. печаль. А вот, собственно говоря, сделать что-то для сохранения, особенно если есть что сохранить, я считаю, наверное, вот это может быть и есть вот то. Андрей, знаешь, я не против вдовой печали, если ею дело не ограничивается. Вот я говорю, что если человек просто заходит вот именно туда. Можно плакать, можно страдать, надо что-то и делать. А это нормально, наверное, страдать, потому что человеку больно, когда оторвать часть его самого. Неусловно. Ну, это же всегда вопрос мер. Да, да, да. Я почему говорю, что все равно надо жить так иначе дальше. И вот, понимаешь, просто вот эту вдовью печаль я рассматриваю как деструктив определенный. А мы говорим о конструктиве. То, о чем я сейчас говорил. Сделайте что-то, да, создайте некий памятник и виде могилы. Да, это во многом вопрос темперамента. Вдовью печаль, существующая в миру, способна на какие-то позитивные результаты. В том числе и на создание вот этого, скажем так, вот какого-то памятника. Мемориала. Мемориала, да. Вот конкретный результат. Почему бы не издать какие-то мемуары, не издать, не знаю, там, что-то, если есть что издавать. На ходу, конечно, можно просто написать книгу, восприняв свою жизнь с этим человеком за какой-то толчок такой, да, творческий, и написать роман. У меня, например, знаешь, это же во многом зависит еще от темперамента. Например, как долго печалился бы об утраченной жене Буратино? Я думаю, что два часа. Возьмем Пьерро. Как долго бы печалился он об утраченной жене? Я думаю, что все же. Да, совершенно верно. Поэтому, скажем, Д'Артаньян, потерявший жену, вызывает у меня меньше сочувствия, чем, скажем, кардинал Ришелье. Очень интересно. А почему? Кардинал Ришелье был склонен к печали. Д'Артаньян холерик. Ну, его больше жальче. Его жальче. Да, его жальче. Серого кардинала жальче. Как это не смешно звучит. Ну, не такой уж он и серый. Нет, это в кино у него красный комзон. На самом деле он серый. На самом деле он серый. Да, серый такой. Так вот, я что хочу сказать, что вы правы оба, совершенно, на мой взгляд. Вдовья, печаль, да, ради бога, но пусть будет и действие. Поэтому, опять же, не оставайтесь в этом всем. Вот, в конце концов, ты знаешь, вот, ну, всегда легче всего говорить о себе, да. Вот, я пережил, так сказать, смерть отца, я пережил, значит, смерть матери, да. Я ни секунды совершенно не думаю, что они умерли. Нету этого во мне. Они есть во мне. Они совершенно реальны. Это очень старая фраза, что люди жили до тех пор, пока не помнят. Да, они совершенно для меня реальны. Все, кого я любил, и все, кто ушел в мир иной, они все реальны для меня. Абсолютно. Не менее реальны, чем вы, сидящие вот тут вот рядом. Вот так? Да, абсолютно. Вот прям так? Абсолютно. При том, что ты не можешь их увидеть, поехать. Я могу их увидеть. Они во мне. Вот я тебе скажу, я вот сейчас был, значит, в одном месте этих два дня. В туалете, что ли? Да, фактически. И в этом месте я взял землю с могилы моего отца. И вот я увидел памятник моего отца, да? Совершенно нелепое и абсолютно отстраненное чувство. Нету там моего отца. Стоит мраморный вот этот, значит, косяк. Это да. Да? Это вообще отдельная история. Он тут вот. Он вот тут вот. Да. Или что, вот это урно, где пепел мою маму? Нет, нет, нет. Я не об этом говорю. Я говорю об отсутствии теперь возможности увидеть и поговорить. Попить с ним чаю, грубо говоря. Извиняешь, в чем дело? Памятник это одно. Смотри, моя жизнь сложилась так, что я надолго уезжал из дома. Я долгими месяцами и днями не видел своих родителей. Ну да, это твоя личная история. Поэтому я не вижу никакой разницы. В любом случае это понятно. Да. Не вижу никакой разницы. Что я на гастролях в городе Бухара, и я не вижу маму и папу. Ну да. Но что вот сейчас, когда я не на гастролях, а они... Они во мне. Причем это касается... Вот в этом смысле для меня нет никакой разницы между теми, кто ушел туда и кто просто живет сейчас в другом городе. Ну я согласен с тобой полностью. Вот, например, мой сын и моя дочь, они, слава тебе, Господи, живы и здоровы, да? Значит, мои дети, Ритка, Маша, Дина, да? Но я их сейчас не вижу. Я ставлю знак радостного абсолютно. Для меня это совершенно. Вот они так же реальны для меня, как мой отец и моя мать. У меня нет вообще границы между этими ими. Мы тут, получается, опять же, возвращаемся к той же самой формуле. Не зацикливаться на неком вот этом, скажем так, свершившемся факте, да? Понимаешь, Горин, помнишь Горина? Что есть смерть? Сошлись атомы, разошлись атомы. Вот для меня это вот так. Да, осталось только эту фразу. Прекрасную фразу. Мудрую фразу. Реально приложить к собственному чувству. Реально приложить. Это не просто. Не просто процесировать, а реально приложить. Да, мне это удалось. И начать вот так чувствовать. Мне это удалось. Хоть-хоть-хоть-хуй. Потому что говорить одно, а реально вот так ощущать или иначе другое. Мне это совершенно удалось. Посмотрите на счастливого человека. Да, все, кого я люблю, всегда со мною. Их невозможно у меня отобрать. И на этой благостной ноге. И на этой благостной ноге. Подставим точку, вот у Саши нет чашки. У Саши, но он чайник. Он чайник пустый. Я пришел с чайником. Мы ему дадим полный чайник. Выкинь, не пустой. Я пришел дать вам по чайнику. Я пришел с чайником. С чайником. Он пришел к нам с чайником. Да. С Айонаром. Лукаем. Да, да, да. Погоди. С Айонаром. С Айонаром. Да.